Ежегодно в России вымирают почти тысяча деревень. Прорастают бурьяном старые колодцы, ветшают опустевшие избы и все, что остается, название на старых бумажных картах. Это связано прежде всего с миграцией. Селяне едут в города, но нередко люди и рады бы остаться жить в сельской местности, но не могут. На кого-то наступает город, кого-то наоборот покидают последние блага цивилизации. Мария Черешнева поехала в деревню, где уже почти никто не живет. Берем специальный инструмент, вроде прощупывал. Добраться до Крутоборки удается только на внедорожнике. И так 20 километров от гравийной дороги. Население Крутоборки в 2007 году 20 человек. Сейчас здесь постоянно живут и остаются зимовать не больше 10. Летом в деревне, конечно, пооживленнее. Приезжают дачники, охотники и рыболовы. Но даже сейчас звенящую фантастическую тишину в деревне нарушают разве что далекие раскаты грома. Гроза проходит стороной. На первый взгляд картина идиллическая. Но деревня умирает. Гниют избы, зарастают сорной травой колодцы. Бездорожье отрезало людей от цивилизации. Магазинов нет, ничего. Поэтому вот с апреля заехали и ничего нет. Если что привезут нам, то привезут. Если скоро, то она не проедет. Тем более, что... Родные или соседи изредка привозят из города лекарства Александре Бабиной. В этом доме она прожила 84 года. Здесь у нее свой огород. Вот и все хозяйство. Только и осталось, что бороться с сорняками, да вспоминать, как Крутоборка выглядела раньше. 150 домов было у нас. А сейчас все, и сколько осталось домов-то. Тогда же и хлеб сеяли, все было у нас. А сейчас все разъехались. Ничего не стало. Все, все разбежались. А кто куда. Я только здесь остался, ну вот. 13% российских деревень уже опустили. Еще 40% на грани вымирания. Чиновники пытаются привлекать в деревни людей. В Омской области уже третий год дают подъемные. Только в этом году выделили 88 миллионов рублей. Но эксперты сходятся во мнении. Бесполезно. Простых, понятных инструментов поддержки нет. Финансирования под это дело нет. И я могу только честно сказать, уважаемые жители, вот ваши стратегии самовыживания, это главное, что вам сейчас поможет в этих нацетых годах. Как минимум. А в совхоз Береговой в Кемеровской области наоборот. Люди едут сами. Здесь выращивают картофель, разводят домашний скот. Молодых в глубинку заманивают ссудой на жилье. Но реальных экономических перспектив у деревни нет. Это вопрос государственной политики, вопрос выбора. А вообще сохранение этой сети населенных пунктов в условиях ограниченности бюджетных средств, оно, конечно, экономически неэффективно. За Крутобуркой стоит еще одна деревня – Черный мыс. Но добраться до туда теперь можно только пешком, через поля и топи. И, похоже, вскоре от этих деревень останутся лишь сгнившие срубы. До названия на старых картах. Мария Черешнева, Остап Григорианц, Дмитрий Куканес и Максим Федосеев. Новости РЕН-ТВ Новосибирск.